Шведская Королевская Академия объявила лауреата Нобелевской премии по литературе. Впервые в истории им стал гражданин Китая. Согласно формулировке Нобелевского комитета, Мояне удостоили награды за цитата «его галлюцинаторный реализм, который объединяет народные сказки с историей и современностью». Настоящее имя 57-летнего писателя – Гуань Мойе. Он был награждён за его роман «Лягушка», в котором поднимает проблемы рождаемости в Китае, а также того, что предпочтение в семьях отдаётся мальчикам. Фигуры писателя, а также его творчество в Китае воспринимаются неоднозначно. Мой Янь является членом Компартии. Он также служил в Народно-освободительной армии Китая. Многие критикуют его за слишком тесные связи с партийной верхушкой. Однако сам Мой Янь говорит, что его деятельность не ограничивает ни одна политическая партия и что он всегда был на стороне народа. Он также отмечает, что выбирает для своих работ серьёзные темы, за которые нередко подвергается давлению властей. Его псевдоним дословно переводится как «Молчи». Мой Янь отмечает, что взял его, чтобы высмеять ситуацию со свободой слова в его стране. «Мой Янь начал свою писательскую карьеру в 1981 году и свои дебютные произведения создал реалистической манере с повествованием сюжета от третьего лица. К этому этапу относится народная музыка. Начиная с середины 80-х годов, писатель усложняет манеру повествования. Первым сочинением Мой Яня, привлекшим внимание книголюбов, стала повесть «Редька, красная снаружи, прозрачная внутри», повествование в которой ведётся от имени деревенского мальчика, обладающего особой чуткостью восприятия внешнего мира, смешиваясь местами с голосом рассказчика. «Красный Гаолян», повесть, изданная в 1986 году, была удостоена национальной награды Китая за лучшую повесть года. Границы неба и земли размылись, пейзаж утратил чёткость, а нестроенность двух шагов отряда доносился теперь издалека. У отца перед глазами висела туманная глубоватая дымка, он лишь слышал топот солдат, но не различал даже и силуэтов. Отец ухватился за крающие куртки командира Юя и проворно перебирал ногами. Бабушка удалялась от него, словно берег, а туман приближался, и, подобно мазкой воде, бурлил всё сильнее. Отец держался за командира Юя, как утопающий за борт лодки. Так отец стремительно мчался по направлению к своему нынешнему безымянному могильному камню из серо-голубого гранита, который возвышается над ярко-алыми полями Гаоляна в родном краю. На могиле уже шелестит трава, и как-то раз глаза дымальчонка привел сюда белоснежного козлика. Козлик неторопливо щипал траву, а мальчонка встал на могильную плиту, со злостью помочился, а потом вовсю глотку запел. Залел гаолян, и пришли епошки. Будем мы по ним палять, товарищи, из пушки. Получив мировую известность, поезд была экранизирована китайскими режиссером и получила приз «Золотой медведь» Берлинского международного кинофестиваля. В фильме рассказывается история юной крестьянки, которую родители насильно выдают замуж за больного проказа старика, владельца винокурни. Во время свадебной процессии между невестой и одним из насильщиков, молодым и отважным Юем, внезапно возникает чувство взаимной симпатии. Юй похищает девушку и увлекает ее в заросли красного гаоляна. После таинственного убийства больного проказа старика, молодые герои становятся хозяинами винокурни, где производят гаоляновое вино. Мирную жизнь прерывает вторжение японцев. Вместе с односельчанами герои встают на защиту родных гаоляновых полей. Земля ращается кровью и огненно-красным вином. Крестьяне погибают, но не сдаются. Сразу же после выхода фильм немедленно привлек к себе внимание и успех как Китая, так и по всему миру. Для китайской аудитории он ознаменовал новый этап развития отечественного кинематографа, связанный с появлением так называемого пятого поколения китайских кинематографистов, в то время как для зарубежного зрителя лента стала одним из первых произведений, прорвавших изоляцию, в которой оказался Китай в ходе культурной революции. Впрочем, восприятие картины было неоднозначным. Известно, что режиссер получал тысячи писем с обвинениями в государственной измене. В произведении «Пытка сандалового дерева» автор пользуется рифмованной прозой, приближая тем самым текст к устному исполнению. Это любовная хроника, которая происходила во времена восстания 1900 года и включает в себя описание ужасных пыток. Роман «Страна вина», написанный в жанре сюрреализма, высмеивает китайскую одержимость едой или дуоевскую культуру. Глава первая. Первая. Следователь по особо важным делам провинциальной прокуратуры Дин Гоуэр трясся в кабинете угольного грузовика. Примечание «Провинция» — самая крупная единица территориального деления в Китае. Конец примечания. Он ехал на шахту Лошань проводить специальное расследование, и от неотвязанных мыслей голова буквально распухла. Коричневая бейсболка 58-го размера, которая раньше сидела свободно, теперь сжимала голову словно обруч. Стала совсем не в моготу, он стащил бейсболку и увидел, что она вся влажная от пота. В нос ударил жаркий дух жирных волос, смешанный с другим запахом сырым и холодным. Запах показался каким-то чужим, накатила тошнота, и он схватился за горло. Когда до шахты было уже рукой подать, на черном полотне дороги стали появляться все новые неровности и ухабы, и разогнавшемуся грузовику пришлось сбавить скорость. Жутко скрипели рессоры, Дин Гоуэр то и дело стукался головой о потолок кабины. Сидевшая за рулем довольно симпатичная молодая особа крыла дорогу и людей почем зря. Из ее уст неслась такая обрань, что так и хотелось отпустить грубую шуточку. Не удержавшись, он покосился на нее. Синяя роба, торчащий из-под нее воротник розовой рубашки, закрывает часть белой шеи. Сверкающие темные глаза с зеленоватым отливом, короткая стрижка, черные волосы, жесткие блестящие. Руки в белых перчатках вцепились в баранку. Вся внимание, она впилась глазами в дорогу, объезжая колдобины. Машина уходила влево. Туда же кривился рот, брала вправо, он перекашивался в ту же сторону. Так и ходил туда-сюда. На носу выступил пот, на лбу обозначились морщины. Лоб низкий, подбородок твердый, губы пухлые. Видать, женщина пылкая, страстная. Грузовик сильно качнуло, их тела нечаянно соприкоснулись, и даже через одежду и сголодавшаяся кожа ощутила близкую мягкость и тепло. Захотелось прижаться к ней, потрогать руками. Странноватые ощущения для опытного 48-летнего следователя, но опять же, вроде бы нормальные. Он тряхнул головой и отвел от нее взгляд. Произведение «Большая грудь, широкий зад» является собой летописание китайской истории XX века. При всем ужасе и натуралистике, происходящего – это яркая, изящная фреска, все персонажи которой имеют символическое значение. Историю, которую переживает народ, отличается от официальной истории, а литература не история, это художественный способ объяснить какие-то вещи. Перемены. История маленького человека, чья жизнь меняется вместе с жизнью страны. Неторопливое, чрезвычайно образное повествование ведет нас от одного события к другому. Автор делится с нами своими размышлениями и наблюдениями, не упуская ни единой детали. И эти детали дают гораздо более полное представление о жизни Китая и китайцев, чем самые толстые учебники истории. Лягушки. История Ван Синь – рассказ о том, что бывает, когда идешь на компромисс с совестью. Переступаешь через себя ради долга. Китай. Вторая половина XX века. Наша героиня – одна из первых настоящих акушерок, благодаря ей на свет появились сотни младенцев. Но вот наступила новая эра. Государство ввело политику. Одна семья, один ребенок. Страну обуял хаос. Призванная дарить жизнь, Ван Синь помешала появлению на свет множества детей и сломала множество судеб. Да, она выполнила чужую волю и действовала во имя общего блага. Но как ей жить дальше с этим грузом? В книге «Устал рождаться и умирать» Мо Янь продолжает свое грандиозное летописание истории Китая XX века, уникальным образом сочетая грубый натурализм и высокую трагичность, политическую сатиру и волшебный вымысел художественной красоты. Во время земельной реформы 1950 года расстреляли невинного человека с работящими руками, сильной волей, добрым сердцем и незапятным прошлым. Душу, вознегодовавшую на своих убийц, не примет в преисподнюю. И герой вновь и вновь возвратится в мир в разных обличиях, будет ненавидеть и любить, драться до кровавых ран за свою правду, любоваться в лунном свете цветением абрикоса. Роман «Устал рождаться и умирать» неоднократно признававшийся лучшим произведением писателя, был достойнее премии Ньюмана по китайской литературе. Мо Янь рекомендует в первую очередь эту книгу для знакомства со своим творчеством. В ней затронуты основные вопросы китайской истории и действительности, задействованы многие сюрреалистические приемы и достигнута максимальная свобода письма, когда автор излагает свои идеи от сердца. Написанный за 43 дня роман по собственному признанию Мо Яня существовал в его сознании в течение многих десятилетий. Мы живем в истории. Вся реальность – это продолжение истории. Творчество китайского романиста Мо Яня – новое оригинальное слово в бесконечном полилогии, именуемом мировой литературой. Знакомый европейского читателя с богатейшей и во многом заповедной культурой Китая, Мо Янь одновременно разрушает стереотипы о ней. Следование традиций классического китайского романа оборачивается причудливым сплавом эпоса, волшебной сказки, вымыслы и реальности, новаторским сочетанием смелой, а порой и пугающей реалистической образности и тончайшего лиризма.